поклонение, обогащение и наполнение Твоим Словом. Благослови эту небольшую мысль к основной части. Слава Тебе, Христос, во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. Итак, послание к Титу, 1 глава, 5 стих. Для того я и оставил Тебя в критии, чтобы Ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я Тебе и приказывал. И также Евреям, 12 главу, 1-2 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверним в себя всякое время и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, принеблекший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Итак, давайте посмотрим. Здесь, как мы видим, апостол Павел выставляет и призывает, приказывает, как здесь повелевает, мы можем сказать, как он говорит, завершить начатое. И тут же я подумал это в свете евреям, 12 глава, 1-2 стих, потому что, безусловно, апостол Павел наставляет в особенной будрости, как это сделать и кого призывать, и в дальнейшем, и в течение всего послания он разбирает это. Но вместе с этим есть также, и как вчера также освещалось немного, есть ежедневное время поклонения в Иисусе Христе в Слове. И оно, можно сказать, отображается и освещается вот в этом отрывке. Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Для Тита это, возможно, было свидетели и святые Ветхого Завета, которые для него освещались и которых он видел верность Иисуса Христа. Для нас же с вами мы видим с вами благодать как святые Ветхого и также Нового Завета. И также я подумал о живых свидетелях, живых святых, которые в поместных собраниях ходят десятилетиями и являют нам верность. И как мы распознаем это? Мы распознаем это Духом Святым. Далее. Мы свергаем время греха, запинающего нас греха. Почему? Потому что Иисус Христос ради радости претерпел крест, где Он омыл все наши грехи. И мы возрастаем и обучаемся в этой истине, что Иисус Христос совершил искупление. И также возрастаем в том, чтобы быть послушными, свергать всякое время греха. И также жить этой жизнью освященной, жить посредством Слова Божьего. Также здесь говорится, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Откуда нам взять терпение? Ибо без Господа ничего не можем делать. И без Господа нету, по сути, у нас терпения. Но у нас есть эта манна Господня, как была у евреев в пустыне. И как они ходили 40 лет в пустыне и находили терпение в этих обстоятельствах. Так и у нас есть это терпение Божие по отношению к людям и по отношению к Богу в зависимости от порции ман, которую мы приняли, или от степени объема манны, которую мы приняли от Иисуса Христа и принимаем на каждый день. Слава тебе, Господь! И также есть это удивительное поклонение взираема, начальника и совершителя веры Иисуса. Вчера немного было освящено, как великолепно это время позирания и поклонения в Иисусе Христе. Это и песнопение, и это также поклонение в Слове. И когда есть это время поклонения и в песнях, и в Слове, тогда есть исполнение Духом и исполнение Словом. И также есть откровение, наблюдение, как Он все совершает и как им все приготовлено в Его удивительном плане. В частности, как мы здесь наблюдаем в этом плане, которому призывает апостол Павел Тита или Господь призывает Тита. Аминь! Благослови вас Господь! Спасибо! Аминь! Спасибо, пастор Нурлан! Замечательно! Слышание Слова, применение, послушание, жизнь в освящении, терпение к людям и терпение к Богу, благодарение и благодаря духовной пище. Слава Господу! Замечательные реалии, которые мы постигаем, обучаемся и снова и снова возвращаемся, потому что в этом наша жизнь и это истоки нашей жизни духовной. Слава Господу! Спасибо! Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это замечательное утро Твоего присутствия. Мы и так, Господь, благодарны Твоему присутствию. У Тебя не бывает отсутствия, Господь. Если такое переживается, как это было у Саула о первой книге царств, то стоит только встать на путь хвалы, покорности, порядка Твоего, смирения, и тогда большая благодать. Благодарим Тебя, Господь, за это чудо Твоего обращения и укрепления нас, Господи. Благослови это время, это слово. Во имя Твоя Иисус мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас с вами четвертое слово посвящения по посланию к Титу. Мы находимся в первой главе и сегодня наш отрывок будет с десятого по шестнадцатой стихи. У нас происходят такие замечательные перехлёсты. Мы возвращаемся, снова размышляем, мы отталкиваемся от тех реалий, которые уже известны нам, или же мы возобновили наши дерева памяти. И Господь даёт нам замечательные трамплины для дальнейшего действия. А здесь вообще это послание, как первое, второе послание к Тимофею, послание к Титу относится к пастырским посланиям апостола Павла. Забота о церкви, забота о каждом индивидуально, несмотря на то, какие мы пришли и были приняты Господом из этого мира. И несмотря на то, что есть определённые сложности пребывания, потому что у нас есть свой опыт, и некоторый из этого опыта может быть, как нам кажется, положительным. И там мы даже можем затеять некоторые споры. Апостолу Павлу, человеку умудрённому в насаждении церквей, да и будучи иудеем, он знал очень многое, как об иудеях, так и о язычниках. Потому что сам он был родом из Киликии, это Малая Ася, обучался, светское образование получил в университете в Тарсе и показывает на протяжении посланий многие интересные мысли о том, как он воспринимал этот мир и как можно использовать в духовной жизни верующего в Иисуса Христа человека те или иные сравнения, например, поприще, которое принадлежит, не всем оно принадлежит, потому что есть те, которые приходят на стадионы и они смотрят на соревнования, на выступающих, а для тех, кто выступает, у них цель есть, у них было время смиренного восприятия, не все они были сразу же покорными, может быть, пришли из мира, считая себя уже чемпионами и как наставники этих спортсменов добивались результата и воспринимая слова тренера, умудренного человека в этих физических баталиях, спортсмен становился более зрелым и проходил поприще, в котором он видел цель. Это все апостол Павел применяет и к духовной жизни. У нас есть цель. Мы оставлены здесь, мы не брошены, как беспризорники. Беспризорниками мы были раньше. Мы стали царями эго, то есть царями, которые статус каждого был «я сам, я сама». И поначалу это хорошо, забавно звучит, мило, а потом оттуда происходит много неприятностей, ссор, своих представлений и своего мнения, а затем попытка установить мир между этими разногласиями и так далее. Итак, десятый стих. Предварительно можно было бы сказать, чтобы не возвращаться к первому стиху. Апостол Павел поставил в офис епископа. Епископ это человек, который не только над одной церковью возглавлялся, возвышается и проповедует, но также ему передается целая территория действия, и он там насаждает церкви, и эти церкви возрастают, и теперь у него возникают определенные реалии, церкви, когда церкви нужно развивать, постоянно снабжать словом, укреплять, корректировать, и все это делать в большой любви. И Тит для этого был поставлен. Самому Павлу нужно было поехать дальше, и он хотел навестить тех христиан, которые были в Антиохии, в Листре, иконе, в Дерве, и так далее. Итак, вот его письмо. Это идет 62-й год по Рождеству Христову. Уже очень много церквей поставлено, а на острове Крит замечательная работа Божья идет, и откликов много, яркие, встречи, яркие разговоры. Люди приходят и наполняют церкви и домашние, и там, где расширяется аудитория. Может быть, это уже некоторый зал, или же место, как, например, у нас в Бишкеке было, по-моему, около трех-четырех различных кафе, где мы договаривались, с владельцами этих кафе, что мы оплатим, и не только оплатим, еще и пообедаем, там, или позавтракаем. И было доброжелательное отношение. Итак, вот Тит и ему сказано, в тех местах, в которых ты был и в котором ты находишься, есть много непокорных, пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных. если зайти, например, в кафе, то и посмотреть, расставлены столы, за ними сидят люди, и у них есть общение. Через некоторое время в этих общениях выделяется словоохотливый человек. И он что-то о чём-то говорит. Затем подходит другой и говорит, и я знаю об этом же, и присаживается. Через некоторое время происходит напряжение, потому что уже два словоохотника специалиста по той или другой тематике. Разделяется это общество, появляется напряжённость во взаимоотношениях. Есть много и непокорных. Один из принципов, который с самого начала выращивая или взращивается в церкви. Это порядок. Потому что без определённого порядка будет происходить топтание на месте. Ну, действительно, вот мы с вами обрисовали эту сцену, когда появилось два словоохотливых человека. а среди аудитории быстро созревают группы, которые поддерживают. И кроме того, это интересно. Ну-ка я послушаю этот спор. Забияк, может быть. Когда церковь возрастает, то её взращивает человек, который поставлен Богом на служение. Могут быть группы христианские, где объединились несколько человек, они вокруг учителя, и он достаточно быстро может подумать, что он или она является пастором. Но в Библии написано об этом. Где двое или трое собрались во имя моё, я там. Или же первая Иоанна, первая глава, седьмой стих. Мы ходим во свете. Если мы ходим во свете, то у нас есть общение. У нас есть человек и общение слова это иметь общую тематику, цель, устремлённость и развитие. И если посмотреть, когда мы ходим во свете в Иисусе Христе, нам необходима тематика не экономика, не какие-либо другие особенные происшествия, которые происходят в той или иной местности, не искусство, хотя оно достойно тоже, не практика иностранных языков нет. У нас тема спасения, тема спасителя, и кроме того, в этой теме появляется целый набор тех учений, которые находятся, драгоценные учения, находящиеся в этой книге, как написано во втором послании Петра, вы правильно делаете, обращаясь к этим драгоценным пророчествам, к этому верному слову, которое способно вас укоренить, установить, и оно будет развиваться и расти в вас. И этот рост обозначен от маленькой яркой звездочки, которая засветила в душе и в сердце человека, а потом больше, больше, и потом это разрастается, этот свет. Он разрастается при помощи обучения Духом Святым. А Дух Святой обучает через Того, в Котором находится Иисус Христос. Иисус обещал об этом, когда Он уйдет, и Он предупреждал об этом отшествии на небеса, сначала на крест, потом в могилу, в гробницу, потом в воскресенье, затем на небеса. И вы не останетесь одинокими. Я попрошу Отца, чтобы Он послал, и мы пошлем Святого Духа, и как Он будет назидать вас. Тем не менее, когда мы с вами находимся в церкви, то и говорим, вот Дух Святой обращается к церкви. Да, это так. Но есть порядок. И этот порядок такой, что по мере возрастания церкви Господь помазывает. Как написано, Он дает дары людьми. Это Ефесянам 4 глава 10 стих. и сказано, что Он дал людям учителей, одних пророками, других апостолами, евангелистами, учителями, пасторами. Для 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 того, чтобы вот это возникшее собрание тела Христа могло развиваться. И возникает вопрос, а как определить того, через которого Дух Святой говорит? К этому времени, в котором находится, в котором лежит вся эта ситуация, в церквах, а это место достаточно эмоциональных, энергичных людей, у них очень много и своих амбиций, много слышали всего. И вот приехал апостол Павел, и вокруг него стали собираться церкви. Но среди собиравшихся были две группы непокорных. Именно две группы. Одна языческая, те, которые произошли из язычества, другая и иудейская, те, которые пришли из иудейства. И они начинают привлекать к себе внимание. Кто может привлечь к себе внимание? Ну, например, поэт. «А расскажу-ка я вам вот это». И он читает, и люди воспринимают это. Отклик есть. это духовное собрание. И в этом духовном собрании нужно направить на определенную тему для того, чтобы развивалась наша вера. Потому что наша вера, она особенная. Как можно было бы сказать и любая вера. да, можно говорить об инженерии, о философии, о нашей вере. Говорить Слово Божье. И Слово Божье, которое обязательно должно в центре иметь завершенную работу Иисуса Христа. Можно говорить о Ветхом Завете по каждой из книг. Это замечательно. для этого имеется свое особенное место и время. Это библейский колледж. Когда тематика идет, сегодня мы начинаем такую-то книгу. Как это мы делаем, например, на словах посвящения? Мы изучаем эту книгу. У каждого из присутствующих имеется эта драгоценность. И он уже в некоторой степени начитан в этом. И вот на этом собрании происходит постепенно устанавливается внимательное отношение к Слову Божьему. Непокорность проходит. потому что в начале, да, может быть, идет некоторый губ голосов. Как, например, у нас на собрании, правда, выходит пастор, а только что были песни, и, кроме того, пастор сам всю эту ситуацию сосредоточенности разрушает. Он говорит, а теперь давайте подойдем друг к другу, благословим самыми лучшими словами. И дается небольшое время для того, чтобы человек подготовился к восприятию нового материала. И потом идет призыв к церкви. Дух Святой собирает этот призыв, а теперь давайте помолимся. И это такое чудное время. Вот пастор уже говорит молитву. Где-то стоит группка, которая еще разговаривает. А потом разговоры все тише, тише становятся, все слушают, они молятся. Наступает удивительное время этого, как пастор Нурлан сказал, контакта. Это Дух Святой говорит. Человек готовится смиренно к тому, чтобы послушать. Итак, две группы из язычников, допустим, просвеченные в чем-то и хотели бы выступить, по мере развития церкви, они из непокорных превращаются в слушающих. Внимательно. Другая группа это те, которые вышли из иудеев, и у них очень большой, богатый опыт религиозной жизни, и они гордятся этим опытом, и тоже хотели бы. И постепенно, постепенно, иногда, когда призывают к ответственности, ответственному подходу к слышанию, это происходит. Апостол Павел обращается к Титу и говорит, такие группы ты уже наблюдал. Есть те, которые говорят незначимые слова, они могут быть религиозными. Незначимые события, они могут быть религиозными. замечательные религиозные святые, они замечательные. Но Дух Святой, как Иисус говорит в 14, 15 и 16 главах, Он сосредоточится на том, что произошло на кресте. Потому что наша свобода в Иисусе Христе не начинается с того, что мне не нужно проходить через крест. Нет. Если я не пройду через крест, то я не буду сокрушен тем событием, там же жертва. Почему слово о кресте для евреев соблазн? Потому что до креста они желали увидеть царя. им бы хотелось, чтобы вот пришел этот мессия, и мы фантазируем, мечтаем. Находясь в духе, мы берем одно место, другое место в Писании, все совмещаем, у нас появляется доктрина, приходим в церковь, доктрина поправляется. Непокорность и пустословие, то есть слова, которые ненужны, нужно слово, которое будет сказано об Иисусе Христе. Я услышал, помню, фразу в Балтиморе один человек после проповеди пастора Стивенса сказал. Вот я уже в церкви сорок восемь лет. И вы знаете, я пришел к выводу, я все время слушаю одну и ту же проповедь. Конечно, мы Сусть Христе. Я не слушаю одну и ту же новость. Мне подавай различия. А почему Дух Святой так сосредоточен на том, чтобы мы из разных книг Библии приходим к одному и тому же результату? чтобы мы прошли через крест. Чтобы мы сказали с благодарностью благодарение за то, что Он сделал. Потому что там Он меня любит. Там открыта эта любовь. Римлянам 8 глава 32 стих. Он не пощадил своего сына. Сына своей любви. У этого сына свое царство. Это царство любви. И это царство любви всего божества. пустословие затихает. Есть и те, которые приходят, чтобы рассказать какую-то сенсационнейшую находку. А я прочитал, как ко мне подошел, да и не один раз. Вот обратите внимание, во время этих замечательных двух святейших праздников и Рождества Христового и Пасха обязательно кто-то приносит что-то такое из прессы и говорит, а вот что сказано об Иисусе Христе. Это такая находка. Это кажется, что ну все, вот остановитесь. Триумф замысля. И поэтому в церкви планомерно это снова и снова и снова повторяется. Потому что к слову можно добавить какие-то яркие предметы и к этим предметам подходить. Вы видели статуи бронзовые, например, в городе? Есть места, которые и как золото блестят. Это люди подходят и гладят. они поклоняются. сами сами не знают, чему поклоняются. кроме того, за этими поклонениями другой дух. Обманщики, которые, например, а вы знаете, оказывается, что Иисус Христос после распятия оказался в Японии или в Индии. И некоторые из индусов скажут «да, конечно» и так далее. Есть непокорные, есть те, кто ложные доктрины приносят. Есть те, которые говорят слова, не имеющие значения, пустые слова. Особенно из обрезанных, но, конечно. Почему? Потому что институт внутри иудаизма, институт паразелитизма, то есть это другими словами, когда рассказывают окружающим людям, народам о религии, о монотеизме, единоверия в единого Бога. Откуда идет, а ведь Бог-то один. Да, только нужно посмотреть, какое развитие у этого Бога и какова цель. И самое главное не упустить эту цель. Потому что есть мысли божественные, есть мысли свои. Ну, 55-я глава книга Исаия. Есть же разница между Божьими мыслями и мыслями человеческими. И разница небеса Божьей мысли. Человеческая земля. Но что делает Господь, любящий нас? Посылает свое слово для того, чтобы эти смыслы в мысли, в слове Божьем стали доступны нам. А мы с вами от непокорности, от праздных или пустых слов, от ложных доктрин мы успокаиваемся. Что же нужно делать титул 11 стих? Заграждать таковым должно заграждать уста. например, идет собрание, это большое собрание в Баку, в нашей церкви, в театре юного зрителя. Много места заполнено. И вот проповедуется слово. Поднимается рука. кто-то хочет сказать. В этой церкви она уже идет, она имеет служителей, служителей в зале, помощники, которые следят за порядком в зале. И они обязательно подходят к этому человеку, выслушивают его кратко и говорят, я сообщу об этом пастору, а вы пока просто сидите и слушайте. И вот пастор закончил слово. Этот человек поднимается и говорит, я хочу сказать слово. И так случилось, что я знаю этого человека по месту работы, где я раньше работал, в институте иностранных языков. Этот человек со многими идеями, этот человек, который на любом собрании начинает спорить. И несмотря на то, что к нему подошли и ашеры, то есть эти помощники по залу, уже слово закончилось, и ему показалось, что есть возможность выйти. Ну хорошо, мы позволяем. Он выходит, и вот его слова. Вы приехали в нашу страну, вы говорите это, а я живу в этой стране, и я хочу сказать. И мы подходим к нему и говорим. Ваше желание, безусловно, представляет вероятный интерес. Время, которое вы сейчас проводите, мы его купили. Мы арендовали зал, чтобы рассказать вам самую интересную вещь, которая существует в мире. Ваше, вероятно, сообщение, вы считаете, что оно полезное. Закончится наше собрание, договоритесь с руководством этого зала, и я уверен, что вам такое время будет предоставлено. но человек же не согласен. И что тогда делать? Его, к нему подходят несколько ашеров и выводят из зала. Особенно из обрезанных прозелитизм был, это было знакомление, как человеку, которому понравилась религия иудаизм, можно было стать кем? Иудеем. И для этого нужно было влиться в этот народ, соблюдая определенный порядок. им должно заграждать уста, потому что они развращают целые домы. Ну, представляете, что человек вот так заявил, а потом ожидает у входа. И вот он начинает там митинговать или еще что-то. Кто-то приглашает его домой. Появляется в этом доме проповедник, который не будет говорить об Иисусе. Но он же такой замечательный человек. Он такой духовный и так далее. Должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча бесполезному. Он может религиозно говорить, но с точки зрения того, чему мы обучаем, к чему обучает Библия Дух Святой. Это бесполезно. Например, диетологические законы, которые описаны в Библии в Ветхом Завете, они уже не имеют роли. Потому что Господь принимает людей не на основании того, что чистое и нечистое, какие животные, чистые, какие можно употреблять в пищу, какие нельзя. Все это были те правила, которые относились к Ветхому Завету. и все это делают для чего приходит такой человек. Человек, говорящий о религии, его начинают обязательно снабжать финансами. потому у человека эта тяга к тому, чтобы поговорить о Боге, существует. И здесь написано, они развращают целые семейства, уча, чему не должно, пустые знания, бесполезные сейчас, не спасающие. И они все делают это из постыдной корости. Из них же самих из тех, кто является жителями Крита. Один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые, агрессивные, невоздержанные, утробы ленивые, страдают от обжорства и праздности. Это слова из произведения философа, который жил за 700 лет до Иисуса Христа и который выступал с различными лекциями, поэтическими произведениями, в которых он говорил, а вот это вот божественно, а вот это нет и так далее. И он претерпел эти встречи. И эти встречи он выявил в них, что критяне особенной распущенностью своих моральных качеств в отношении честности, искренности они не обладают. Критяне всегда лжецы, злые звери, то трубы ленивые. Ну, во-первых, такая фраза написана в письме, в послании к Титу, пастору церкви. Как пастор церкви ему не нужно повторять, это критянам. Как пастор церкви у него есть задача раскрыть Христа. пастору церкви. Потому что мы люди разных национальностей и по национальным признакам могут происходить столкновения. Одно время были евангелизации, это было, по-моему, ну, в 90-е годы, когда миссионеры направлялись только на определенную народность, а всем остальным предлагали, а вы выйдете. Наша церковь, она является открытой для всех. И мы рады всех обучать Иисусу Христу. Тринадцатый стих. Свидетельство это справедливо. По этой причине, что зная кто эти люди, обличай строго. Это достаточно серьезно, сурово. Обличение строго, оно имеет место, когда пастор обращается к кому-либо, допустим, кто-то ведет себя непокорно. Он обращается и говорит, мне бы хотелось с вами поговорить. они идут в кафе, проводят время за чашкой кофе или чая и идет разговор об Иисусе Христе. И может быть, не раз. И может быть, даже не затрагивается эта сторона. Потому что мы также верим, что Слово Божье, оно исцеляет человека. Но, пожалуй, давайте мы здесь остановимся. Слово Божье является удивительным целителем. И оно для всех. И для тех, кто считает себя продвинутым в светских взаимоотношениях. и те, которые не считают себя так. Тех, кто считает себя, ну, я вообще-то никто. И этот человек становится пастором. Это удивительно, как Слово Божье повлияло на наши жизни. И находясь в этом мире, я никогда не думал, что я буду пастором. У меня было замечательно, как мне казалось, ну, вот вершина моих желаний. Это микропроцессорная техника и так далее. Все эти... Можно было подумать только, как вот это сделать, тот с другим совместить, и будет само работать. Это вот было такое направление интереснейшее. А потом оказалось, есть самое интересное. Это Господь Иисус. Аминь. Отец наш Небесный, мой благодарный тебе за это чудо. Чудо твоего слова, чудо твоей любви, чудо твоего такта, зная, какой человек может быть, да и сами-то пришедшие, может быть, из этих сфер и областей. Господи, мы радуемся, глядя на то, как апостол Павел говорит, когда я 1 Тимофей 1 глава 15 стих. Меня он поставил примером. Я был первый из грешников. Господи. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его прямо сегодня и запомните эту дату. И посмотрите, что Господь сделает в вашей жизни. Скажите эти слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему слову. Люби, прощай, спасай Господи и многократно из той или другой ситуации. Восстанавливай во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Ах, прелесть. Иисус Христос Иисус Христос